Свой парад к 9 мая приурочили и выходцы из нашей страны, которые живут сейчас в Великобритании. В колонии исключительно мирная техника, автопробег по английским дорогам. Для тех, кто вдали от родины, это возможность собраться вместе, поделиться семейными историями, а еще показать британцам, запуганным русской угрозой, что наша страна помнит о дружбе народов и о том, как вместе побеждали фашизм. Побывал на этой встрече и наш корреспондент Тимур Сиразиев. Здравствуйте, Победа! Встреча на острове. Они приехали сюда из разных уголков Британии. Сегодня Лондон наш. Сегодня здесь говорят на русском и отмечают наш главный праздник – День Победы. К автопробегу готовились как параду. На груди георгиевская лента, на машине фотографии тех, в честь кого и организован этот пробег. Здесь выходцы со всего Советского Союза. Как и 73 года назад, этот праздник вместе отмечают русские, литовцы и украинцы. Дедушка у меня проживает на Украине и просил меня привезти сюда эту форму, одеть и здесь, в этом автопробеге, ее показать, так как у него нет возможности сделать это на Украине. Это не первый автопробег русских в Англии, но впервые он проходит словно в тылу врага. Лондон без суда и следствия обвинил Москву в отравлении скрипалей. По указке Британии, десятки стран выслали наших дипломатов. Отношения между Москвой и Лондоном словно в период холодной войны. Увидев такое количество российских флагов, проезжающие мимо британцы могут подумать все, что угодно. Ведь последние два месяца власти королевства запугивают англичан страшилками о плохих русских. А здесь, прямо рядом с Лондоном, колонна машин с триколором, да еще и люди в военной форме. Здравия желаю, товарищ полковник. Здравия желаю. С праздником. Спасибо вас тоже. Чтобы помнили, они раздают англичанам георгиевские ленты. Отказываются брать лишь единицы. Среди тех, кого мы встретили, оказался и Дэвид Берн. Каждый год на День Победы он ездит в Прибалтику и вместе с отрядом поисковиков ищет погибших солдат. Во Второй мировой войне мой отец потерял обе ноги. У нашей страны были потери, но у русских это миллионы человек. И мы обязаны помнить о них. Место встречи стоянка на трассе около Лондона. Организаторы акции не скрывают удивление машин раза в два больше, чем раньше. Перед стартом над колоннами пронеслось запивай, и на британской земле зазвучала любимая и знакомая нам песня. Переходила на берег Атюша, на высокий берег, на крутой. Время вперед. Маршрут автопробега 70 километров по одной из главных автомагистралей Англии. Игорь Тимофеев из Латвии едет на своем грузовике. Какие ощущения, когда едете с ними здесь? Мурашки похожие. Колонна растянулась на несколько километров. В королевстве такие автопробеги большая редкость. Так что можно точно сказать, что незамеченной эта акция в Британии не осталась. Тимур Саразиев, Дмитрий Волков, Светлана Ведяшкина, Первый канал, Лондон.